700 несанкционированных свалок. Столько зафиксировано в нашем регионе. Больше 80 должны ликвидировать в ближайшее время. Кого привлекают к работе и удается ли наказать нарушителей? Артемий Заварзин все расскажет. В леса области не зарастает народная тропа. Та, по которой держат курс нарушителей, оставляющая мусор в зеленой зоне. Он самый разный. От пакета с бутылками до старого шкафа. Стихийных свалок в регионе 700. На моем участке за последнее время было обнаружено порядка 5-7 свалок. К сожалению, не везде можно подобраться, чтобы их ликвидировать. Да, есть патрулирование. Да, установлены фотоловушки. Но специалисты лесничеств говорят, посреди соснового бора мусор оставляют не столько из-за бескультуре, а сколько из-за банальной дороговизны утилизации. По правилам порой не хотят жить ни бизнес, ни СНТ. Сдавать на свалку – это очень большие деньги. Им легче выкинуть в лес, чем заплатить такие деньги. За те отходы, которые фактически зачем им платить. Конечно, они будут скидывать в лес. Так или иначе, но регионам разработана программа по ликвидации несанкционированных свалок. Более 80 в этом году будет убрано. Часть работы уже завершилась. Дополнительно сейчас программа идет параллельно с уборкой свалок. Мы обновляем и делаем новую инфраструктуру по обращению в сфере с твердыми коммунальными отходами. Это контейнерные площадки, это контейнеры. В текущем году выделены средства на муниципальное образование, на замену контейнеров, на создание контейнерных площадок. На следующий год в проекте бюджета уже сумма увеличилась в более чем в два раза. Кроме того, почти миллиард регион получил по федеральному проекту на ликвидацию четырех несанкционированных свалок в Архангельске и Няндаме. Артемий Заварзин, Регион 29.